Журналист и политический обозреватель Иван Яковин присоединится к нам буквально через несколько секунд и мы сразу вот так вот, как говорят, с корабля на бал, начнем наш сегодняшний разговор с огромным удовольствием. Приветствую Ивана Яковину. Иван, добрый вам вечер, здравствуйте, спасибо, что нашли время для общения с нами. Да, и доброе утро вам, здрасте. Да, у нас пока, слава богу, началось только утро. Иван, ну, хотелось бы, наверное, все-таки начать с темы, которую обсуждают уже вот второй день, и это, конечно же, атака на Крымский мост, и, может быть, действительно не столь, скажем, в данном случае важны, важны, как говорят, физические повреждения, да, технические повреждения, конструкционные повреждения этого Крымского моста, сколь вот именно такой вот удар по символу, символу, как известно, нынешней российской власти, лично господина Путина, для которого этот мост является, ну, такой некой святыни, что ли. Вот хотелось бы услышать ваше мнение, как бы вы прокомментировали эти события. Ну, что касается символизма, то он, в первую очередь, этот мост важен для лично Владимира Путина, потому что он воспринимает этот мост как доказательство своего мужского начала, я бы даже так сказал, то есть это в буквальном смысле как половой член для него, потому что он протянул этот мост из России в Крым, показав тем самым, что Крым теперь принадлежит ему, этот мост является зримым доказательством его победы, может быть, самой большой победы, ну, по крайней мере, таковой он эту победу считает, это достижение считает для себя, и поэтому удар по этому мосту, лично для Путина, это, к примеру, то же самое, что сильный удар в пах. Поэтому, конечно, Путин сразу же вскрикнул и начал принимать довольно необдуманные, с моей точки зрения, решения. Поэтому, в первую очередь, я думаю, это болезнь, именно было удар, вот перелом того самого места лично Владимира Путина. Спасибо, Иван. А вот интересно было услышать заявление с украинской стороны о том, что, то есть это, скажем так, совершенно ненужная конструкция, и Украине она не нужна. Вот не могли бы вы прокомментировать этот момент? Ну, конечно, не нужна, потому что это чужое, чужое имущество, которое положили на вашу землю. Оно не имеет никакой ценности, оно не имеет никакого позитивного значения, и оно должно быть, конечно, демонтировано, уничтожено, ликвидировано. Тут все просто. А вот относительно, сегодня очень многие спорят о том, ну, опять же, отталкиваясь от потерпевших, пострадавших во время этой атаки, да, то есть семья, которая направлялась на отдых в Крым, причем, ну, скажем так, уж действительно, я не знаю, здесь, наверное, нет места для какой-то иронии, да, но, как говорится, уж что есть, то есть, да, семья из Белгородской области, там они жили, по-моему, буквально в 100 километрах от, значит, места, где проходят основные удары, это, по-моему, Щебекина, да, где-то, где-то в этом районе, и вот, собственно говоря, вот это вот... Оскола они, то ли из Старого, то ли из Нового Оскола. Да, 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 и вот, собственно, как говорят, война их застигла совершенно в другом месте, хотя могла бы застигнуть их по месту жительства, грубо говоря. И вот в связи с этим очень много споров о том, а, собственно, виноваты ли, грубо говоря, граждане России, которые сегодня едут отдыхать в Крым. Вот, я не знаю, по сегодняшней информации, по-моему, пробка там где-то на то ли на полтора, то ли на два часа в одну и в другую сторону сейчас образовывается. То есть, действительно, люди, непонятно, то ли они выезжают из Крыма, то ли, наоборот, въезжают. Но, во всяком случае, чуть ли не половина того, что мы видим, это люди, которые хотят выехать, но есть огромное количество людей, которые еще и хотят въехать туда, прекрасно понимая, по большому счету, что там идут, ну, по сути дела, боевые действия, да. А тем более Путин предлагает еще и, значит, в объезд все это совершать по оккупированным территориям, где, собственно, война, естественно, не закончилась. И вот как бы вы здесь прокомментировали, вот как можно относиться к этим людям? То есть, тем людям, которые, несмотря ни на что, едут туда отдыхать. Ну, вот вы знаете, есть шкафы, на которых написано «не влезай, убьет». Вот Крым является территорией, на которой написано, Украина официально заявила многократно «не влезай, убьет». Вот как относиться к людям, которые лезут туда и которых потом убивают? Ну, наверное, это идиоты в первую очередь. Не знаю, стоит ли их жалеть за это, но это чужое имущество. Лезть туда нельзя, пользоваться им нельзя, потому что может убить. Украина уже атаковала этот самый Керченский мост. Она объявила, что Керченский мост является военным объектом. Она объявила, что проникновение незаконное на территорию Украины, а Крым является территорией Украины, является уголовным преступлением. Но если человек лезет в шкаф, на котором написано «не влезай, убьет», ну, кто ему судья после этого? Ну, сам виноват. Только тут еще есть нюанс, потому что есть другой человек, а именно Владимир Путин, который говорит, да этот шкаф не их, это мой шкаф, можете влезать, вас не убьет. Лезьте туда, лезьте. Залезайте туда. Ну, и когда убивают, он же из себя ответственность почему-то снимает. Хотя это он их призывает лезть в этот шкаф, на котором большими красными буквами написано «не лезь сюда, убьет тебя, дурака». Ну да, тем более с учетом того, что некоторые, например, воспринимают поездку в Крым на отдых как некое геройство, то есть возвращение домой, можно сказать, то есть совершенно непонятное настроение. Иван, если вы не будете возражать, у нас есть телефонные звонки. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я в эфире? Да-да-да, доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Александр. Иван, а вот вам не кажется, что туда люди едут, это следствие того, что в России не проводится достаточная информация о том, что там опасно, а Путину это выгодно. Ему выгодно, чтобы людей убивали, и потом он будет говорить, что вот Украина убивает мирных жителей. Он же взрывал дома в России. Почему бы мы не убивать и людей для того, чтобы свою политику как-то поддерживать? Ну, как вам кажется? Спасибо. Спасибо, спасибо. Дукей сказал, что Путин говорит, поезжайте туда, залезайте в этот шкаф, на котором написано «не влезай». Вот Путин прям открытым текстом говорит «идите и погибайте там». Вот люди, те, у кого мозгов недостаточно, идут и погибают. Кстати, эта женщина, как стало известно, она работала в системе, чиновницей системы образования, занималась фальсификацией голосов на выборах, а также собирала деньги в помощь боевикам российским, которые сейчас являются оккупантами Украины. Так что, в общем, по заслугам получила. Спасибо, Иван. Ну, и сегодняшние события, то есть, так называемые удары возмездия, которые сегодня охарактеризовало, так именно это охарактеризовало Министерство обороны России, вот прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Я имею в виду удары, прежде всего, конечно, по Одессе. Там южные районы Украины пострадали. Ну, и главный удар все-таки пришелся именно по Одессе. Вот какая у вас информация на данный момент, что сейчас происходит? И самое главное, я хочу еще добавить, как вы считаете, будет ли какое-то продолжение, то есть, чем еще может ответить Россия в данном случае? Знаете, эти так называемые удары возмездия в Украине уже как снег зимой. То есть, они происходят постоянно. Я уж не знаю, чем эти удары возмездия отличаются от тех ударов, которые были неделю назад, или две недели назад. Ничем не отличаются. Просто им, конечно, Путину надо показать, что он взял и героически как-то ответил чем-то. Ну, на самом деле, почти все эти дроны и ракеты, или все даже дроны и ракеты, которые они отправили на Одессу Николаев, были сбиты, как обычно это и происходит. Поэтому, как говорится, напугали ежа голой задницей. Но я не знаю, что они еще могут ответить. Судя по всему, ничего. Потому что в какой-то момент пытались там калибрами стрелять, потом пытались искандерами, потом пытались этими кинжалами. Все это позбивали американскими ракетами. Я это своими глазами, кстати, наблюдал из окна своего, как сбивают американские патриоты, сбивают российские эти кинжалы. Но очень, надо сказать, зрелище такое не каждый день увидишь, скажем так. Выяснилось, что Россия, в общем, ничем-то ответить особо и не может. То есть, ну, могут, конечно, раздувать щеки, там, бухтеть. Ну, единственное, что Путин сделал, вышел из зерновой сделки. Но выход из зерновой сделки, я подозреваю, в ближайшее время больнее всего ударит именно по самому Путину и по его подданным. Ну, вот, кстати говоря, хотелось бы, может быть, ненадолго остановиться на этой теме, которую сегодня тоже многие обсуждают. Это выход России из зерновой сделки. Хотя это, собственно говоря, просчитывалось достаточно давно. И Россия, в общем-то, давно заявляла о том, что, скорее всего, не будет заключать новое соглашение. Но, тем не менее, это произошло. Вот хотелось бы услышать ваши комментарии относительно этого. Да, и сегодня, по-моему, Владимир Зеленский заявил о том, что, если я не ошибаюсь, о том, что Украине на сегодняшний день ничего не мешает заключить, скажем, подобную сделку в обход России. Ну, да, собственно, в этом и весь смысл сказано. То, что без России эта сделка может вполне себе жить и здравствовать. Потому что Россия здесь является исключительно стороной, которая может нарушить поставки хлеба на мировой рынок. Вот это она может сделать. Но защитить эти корабли – это, в общем, прерогатива, скорее, Турции. Если Турция согласится взять эти корабли со зерном под свою охрану, то, в общем, никакой проблемы и не будет. Проблема появится у Владимира Путина, если он попытается атаковать эти корабли. В этом случае Турция закроет ему серый импорт, который идет через эту страну в Россию. В этом случае, может быть, Турции запрещен экспорт российской нефти через проливы Босфора-Драдонелла. Это примерно половина всего российского экспорта нефти сейчас. Турция может запретить российским самолетам пролет через свою территорию в Сирию, где находится российский военный контингент. Ну и много чего еще Турция может сделать. Это мы еще не берем реакцию Китая, который высказался также за правление зерновой сделки. Потому что Китай, оказывается, был главным рецепиентом украинского зерна, которое продавалось в рамках этой сделки. Ну и так далее. То есть, на самом деле, весь мир сейчас выступает за правление сделки. Против выступила только Россия, и я думаю, России придется за это заплатить. Спасибо, спасибо, Иван. Хотелось бы еще вот услышать от вас ваш комментарий относительно событий недельной давности, но о которых по-прежнему еще вспоминают. Это прошедший саммит НАТО в Вильнюсе. Отдельно вот, скажем, такая достаточно жесткая, жесткие заявления, правда, заявление онлайн, скорее, да, президента Украины Владимира Зеленского, реакция, соответственно, так называемых, ну или называемых партнеров западных. Вот многие начинают критиковать заплат в том, что, в поддержку Владимира Зеленского, говоря о том, что все-таки запад, ну, скажем так, не до конца. Да, ну, не то чтобы не помогает, да, но мог бы все-таки оказать большее содействие Украине в том, чтобы все-таки какой-то перелом, да, в сегодняшних боевых действиях, во всяком случае, все-таки состоялся. Но как-то вот все время Запад оглядывается назад, оглядывается на Владимира Путина, и как бы спрашивая, да, так молча, да, может быть, спрашивая о том, а вот что может случиться, если вот мы на это пойдем? Вот как бы вы прокомментировали эту ситуацию? Какое именно, я что-то запутался, если честно, в вашем вопросе. Ну, относительно помощи Запада Украине, насколько действительно вот те слова Владимира Зеленского, ну, вернее, тот пост в Твиттере, да, который он опубликовал о том, что, ну, по сути дела, сегодняшнее, скажем, состояние НАТО, оно не отвечает тем требованиям, которые они заявляли, да, вот эта боязнь того, как бы что ни случилось, постоянное оглядывание назад, вот насколько это действительно так, насколько вот эти вот достаточно жесткие заявления Владимира Зеленского, ну, скажем, были действительно в данном случае уместны. Если вы имеете в виду пост, где он говорит о своем разочаровании определенного НАТО и в нерешительности, ну, я думаю, да, это имеет под собой основание, потому что Украина сейчас делает ровно ту работу, ради которой создавалась НАТО, то есть она держивает наступление России на Запад. Ровно ради осуществления этой задачи создавался Североатлантический Альянс. И Украина в одиночку сейчас выполняет работу всего НАТО. И, конечно, Украина имеет в этом смысле право рассчитывать на большую поддержку со стороны НАТО, поскольку НАТО может выполнить миссию своего существования, глобальную миссию, разондая труда, даже не потеряв ни одного натовского полдата. Поэтому, конечно, Зеленский, я считаю, прав в своих претензиях, когда говорит, что могли бы, в общем, и по-нормальному помочь, а не так вот в час по чайной ловке. Вот, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да, вполне. Спасибо огромное, Иван. К нам присоединяется моя коллега Александра Герсон. Саша, привет, доброе утро. Привет, Денис, доброе утро. Всем добрый вечер, Иван. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Ваши посты и те стримы, которые я слушала, они очень такие, ну, как бы, жестче, чем это делают остальные, откровенные, и вам трудно не верить. Но поэтому я хочу вам... Ох, я потеряла всех. Меня, наверное, не слышно. Нет, в эфире все в порядке. Да, ну, видимо, у нас отсоединилась Александра, поэтому продолжим, продолжим наш сегодняшний разговор. И, может быть, Иван, я бы так вот переключился несколько на другую тему, которую, на мой взгляд, как-то вот очень многие подхватили, но потом как-то все это стихло. Вот хотелось бы услышать ваш комментарий, это относительно так называемых покушений, да, ну, одну из главных, во всяком случае, пропагандистов, наверное, действительно, это так, Маргариту Симоньян, но туда же приплели еще и Ксению Собчак. Вот ваше отношение, можно ли сегодня, допустим, Ксения Собчак обижается, она говорит, что, ну, как вот меня можно ставить в ряд, в один ряд с Маргаритой Симоньян. Да, Маргарита Симоньян это такой, такой яркий, действительно, пропагандист, да, на котором, условно, грубо говоря, клейма не где ставить. Ну, а я-то тут при чем? Я критикую действующую российскую власть, я критикую Владимира Путина, я против, категорически против того, что происходит, за что меня. Да, вот как бы вы прокомментировали эту ситуацию? Насколько, во-первых, вы верите в том, что это действительно так? Ну, и, во-вторых, условно, при чем здесь Ксения Собчак, как вы считаете? Ну, в покушение я, если честно, не очень верю. Я думаю, что, скорее всего, это ФСБ так намекает, что и Ксения Собчак, и Маргарита Симоньян, что если вы там будете дергаться, то можете случайно пасть жертвой украинских националистов, в кавычках, естественно. То есть это им так угрожает. Что касается, скажем так, роли Симоньян и Собчак, для меня практически они идентичны. Просто Симоньян работает на аудиторию поглупее, а Собчак на аудиторию поумнее. И та, и другая, в общем, заняты прославлением режима Владимира Путина, обеспечением его нормальной жизнедеятельности. И обе следят за тем, чтобы не возникало никаких шероховатостей для Путина в информационном поле, чтобы Путин всегда был вне критики. То есть для меня их роль, в общем, одинаковая. Поэтому я не очень понимаю, что тут Ксения Собчак возмущается. Мне кажется, она совершенно в одной упряжке работает с Маргаритой Симоньян. Если бы Ксения Собчак была оппозиционеркой, если бы она выступала против режима Путина, если бы она выступала против войны, она бы не смогла жить в Российской Федерации. Поскольку в этом случае она либо лежала бы в сырой земле, либо она была бы в тюрьме, либо была бы вынуждена покинуть Российскую Федерацию. Поскольку она активнейшим образом ведет свою информационную деятельность, она полностью на 100% согласована по всем параметрам с администрацией президента. Делать из нее оппозиционерку максимально, по-моему, неблагодарно и даже глупо занять. Спасибо, Иван. И с вашего позволения у нас еще один телефонный звонок. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Кадмонин Денис, Кадмонин Олегович. Доброе утро, Вал, доброе утро. It's well. Иван, рад вас видеть на Радио Зиро. Как вы считаете, сейчас говорят о том, что африканские страны, которые серьезно зависят от зерновых поставок, и начинается лоббирование того, чтобы Российскую Федерацию брать из Генеральной Ассамблеи Юнадия Тенченко. Как вы думаете, есть на это шансы, нет на это шансы? Потому что также это, видимо, будет влиять на то, что останется ли Российская Федерация в Совете Безопасности Юнадия Тенченко. Вот, поделитесь с нами, пожалуйста. Еще раз спасибо, что вы появились здесь на Радио Вера Тенке. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я думаю, что да, есть шансы на то, что Российскую Федерацию катапультируют из ООН и заставят ее вступать в эту организацию на общих основаниях, как и все остальные страны. Подавать заявку, проходить голосование и по итогам этого голосования становиться очередным членом организации Объединенных Наций. Или не становиться. Дело в том, что в уставных документах ООН записано, что государство основатель организации Объединенных Наций – это Советский Союз. Там нет никакого упоминания о Российской Федерации. Как бы по умолчанию считалось, что Российская Федерация считается правоприемницей Советского Союза, поэтому она продолжает заседать и в Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности. Но если провести голосование, соответствующее на Генеральной Ассамблее, сессия, которая начинается в сентябре, то, я думаю, может быть принято решение о лишении Российской Федерации членства в ООН, просто на основании того, что она туда не вступала. И, соответственно, Российская Федерация лишится места постоянного члена Совета Безопасности ООН, что будет неплохо. Для этого нужно, чтобы большинство стран-участниц Генеральной Ассамблеи проголосовали за соответствующее решение. Если сейчас Владимир Путин прикроет доступ дешевого хлеба, дешевого зерна в страны Африки и Южной Азии, то такое решение, я думаю, может быть принято, поскольку африканские и азиатские лидеры, они понимают, что без этого дешевого зерна, без украинского зерна, они могут столкнуться с новой очередой революции в своих странах. Революция, конечно, не нужна, они этого не хотят, поэтому, я думаю, у них будут все основания хотеть наказать Российскую Федерацию за то, что она сейчас устраивает всему миру большие проблемы. Поэтому, да, такая возможность существует, и я думаю, она вполне реалистична. Спасибо, спасибо. Саша? Иван, я продолжу, что у меня тут выбило технические проблемы. Я хочу вас спросить, мы когда с вами говорили в последний раз на нашем радио, вы тогда сказали, я воспринимаю любые вопросы, которые вы мне не задавали. Я правильно помню, Ивана? Я уж сам не помню, о чем вы так и говорили. Ну, тогда я вам тогда задам такой вопрос. Спросите, пожалуйста, у Ивана Яковина следующее. Допускает ли он, что сегодня, 18 июля 2023 года, в той ситуации, которая происходит между Россией и Украиной, возможно, какие-то переговоры, если да, то почему, и если нет, то почему? Возможно ли переговоры между Россией и Украиной? Да. Ну, были какие-то переговоры, помните, в Стамбуле были переговоры. Они, правда, ничем особенным не закончились, но да, какие-то о технических каких-то вещах, тем более, даже более того, сейчас идут постоянно переговоры об обмене пленными. То есть, да, возможно, переговоры, конечно. То есть, имеется в виду переговоры, которые могут привести к тому, что война закончится, об этом вот речь. А к перемирию и к завершению войны, думаю, нет, это невозможно. Потому что сейчас ни Российская Федерация, ни Украина не готовы пойти на те уступки, которые они друг от друга требуют. Поскольку они не готовы на это пойти, то и перемирия не будет. Тогда, Иван, вопрос такой, вам, как человеку, живущему в Украине, занимающийся тем, чем вы занимаетесь, ну, я понимаю, что вы не гадалка и не ванга, но это, как вам кажется, ваша интуиция журналиста, это надолго? Ну, думаю, год еще наверняка это все будет провозиться. Ну, банальный вопрос, Иван, но спрашивает вас Анна. Насколько вы верите, если вы будете честны в победу Украины или нет? Я абсолютно верю и с первого дня верил в победу Украины, потому что российская армия является собой одной из самых плохо работающих структур у нас на планете Земля. Это абсолютно хаос, дезорганизация, неспособность выполнить любое приказание нормальным образом. Мы в этом убеждаемся каждый день по многу раз. Поэтому российская армия, в принципе, ничего не может выиграть, не может победить. Я думаю, даже если бы российская армия сцепилась не с украинской довольно большой, хорошо подготовленной, а с армией Эстонии, то все равно бы она проиграла и эстонской армии тоже. Просто в силу своей полной дезорганизованности, коррупции и полусгнившего состояния. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений в том, что Украина в этом не победит. Спасибо. Насколько вы рассчитываете на поддержку, не вы, Украина, а на поддержку Соединенных Штатов? Потому что существует точка зрения, если бы Штаты и Европа не поддерживали оружие на Украину, эта война бы давно закончилась не в пользу Украины. Нет, эта война не закончилась бы не в пользу Украины. Если бы даже Российская Федерация сумела захватить какие-то территории на востоке, то, скажем так, правый берег Украины она бы захватить не смогла. И даже если бы российские войска вошли в Киев, их бы в Киеве всех поубивали, просто партизаны. Невозможно было бы оккупировать Украину. В принципе, для оккупации страны, которая враждебно к вам относится, вам нужно примерно одна десятая количество войск от населения этой страны. То есть это нужна армия в 4 миллиона человек в украинском случае. У России нет армии в 4 миллиона человек. Она бы не смогла держать под своей оккупацией Украину. Это в принципе невозможно. Поэтому говорить о том, что эта война бы закончилась, нет, она бы не закончилась. Она бы продолжалась в другом формате, может быть, даже в гораздо более кровавом формате, чем сейчас. Спасибо, Иван. Иван, какие, спросите у Ивана, какие отношения сегодня к украинскому обществе? Мы слышали не раз точку зрения от людей, живущих там, каких-то людей, что они хотят только мира, и им все равно какой флаг будет развиваться над их страной. Это где это, в Канаде такое говорят? Нет, это у нас были гости, которые не украинцы. А нет, это и была женщина от нас Украины. Но это обыватели. Вот вам в Канаде будет нормально, если над вами будет развиваться российский флаг? Скажите, пожалуйста. Без сомнения, нет. Ну вот. А почему вы думаете, что в Украине по-другому? Нет, я как раз так не думала. Иван родился в Москве. Иван, если это так, то, что я читаю, может быть, это чей-то фантазий. Родился в Москве, журналист, политический обозреватель, издание «Новое время» и работал в издании «Лента.ру». До 2014 года, в 2014 году уехал в Киев. Почему вы переехали в Киев? Из-за того, что произошло с Крымом? Или у вас на это были личные какие-то другие причины? Если вы хотите отвечать на этот вопрос, у вас. Да без проблем. Ну, во-первых, вы, видимо, Википедию читаете. Там «Блиберда» написано. Там очень много какой-то фигни про меня написано. Это не я читаю. Это пишут нам. Да, я переехал в Киев в 2009 году, а не в 2014. Я переехал в Киев для освещения. Тогда выборы были президенту Украины. Тогда в президента шли Ющенко, Янукович, Тимошенко и ряд других товарищей. И победил тогда Янукович. И, собственно, именно тогда мне понравилось в Киеве. Я спросил у главного редактора «Лента.ру», могу ли я переехать и жить и работать в Киеве. Он сказал, да, пожалуйста. Собственно, тогда я переехал в Киев. Спасибо, Иван. Денис? Спасибо, Иван. Сегодня, вот я не знаю, насколько действительно эта информация, ну, скажем так, о которой сегодня говорят или нет, и поступила такая информация о том, что, причем от источник якобы вооруженной силы Украины, о том, что якобы Россия накопила порядка, скапливая 100-тысячную группировку в районе лиманского направления. Вот что об этом, известно ли вам что-то об этом, что об этом говорят в Украине сегодня? Дополнительно ничего не известно к тому, что вы только что сказали. Что да, действительно, источники Министерства обороны сказали, что там какая-то 100-тысячная группировка, 500 танков, сколько-то пушек и так далее. Не подтвердить, не опровергивать эту информацию я, естественно, не могу, потому что у меня нет доступа к разведданным. Но не доверять Украинскому Министерству обороны у меня поводов нет. Раз они говорят, что она там есть, эта группировка, значит, наверное, она там есть. А что сегодня в Украине, вот мне просто интересно, вот было, как комментировали и продолжают ли комментировать, если вообще комментировали ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» и состояние того, что было и что сейчас, да, потому как вроде бы как вот по последним данным окончательно закрыта главная их база в Краснодарском крае, вроде бы как все переместились в Беларуси, даже были видео или там фото, фото там было, да, сидящего в трусиках на кровати Евгения Пригожина где-то в палаточном лагере и так далее. Вот в Украине как-то относятся к этому, как-то комментируют вообще эту ситуацию вокруг ЧВК «Вагна»? Ну и вокруг вот этого самого мятежа пресловутого. По последним данным, это фото месячной давности, оно не имеет никакого отношения к Беларуси и так далее, поэтому Пригожин в трусиках – это какая-то старая история. Простите, пожалуйста, я вот написал нам Олег, что спросите у Ивана, которому я искренне доверяю, все, что бы он ни делал, было честно. Понимают ли россияне, что их враг вовсе не украинцы, а тот, кто сидит в Кремле, и что, так сказать, лучше рисковать жизнь, пытаясь наладить жизнь в России, чем отдать жизнь, пытаясь разрушить Украину? Все-таки вы работали в России. Как вам российское общество, насколько оно подвержено пропаганде или чему-то, что как думают просто люди? Я не имею в виду Путина и его окружение. Ну, смотрите, я с 2014 года не был в России, а с 2009 года я там не живу, поэтому мне сложно говорить, о чем думают россияне, но я предполагаю, что те россияне, которые не хотят войны, не хотят воевать и не хотят Владимира Путина, они из России, скорее всего, в основном уехали. А остались те, кто нормально относится и к войне, и к Путину. Вот я бы так, наверное, на ваш вопрос ответил. Иван, ну согласитесь со мной, что не все могут уехать, да? Вы правы, что те, кто не принял этот режим, они и эту войну, и этот ужас, они уехали. Но есть же наверняка люди, я не знаю, наверное, есть люди, которые не могут этого сделать, ну, рядом экономических приед, еще каких-то. Или вы так не считаете? Нет, конечно, есть люди, те, кто не могут уехать. Я же говорю про общую массу, да. Ну да. Еще в основном те, кто хотят, те, кому неприемлемо жить в таком обществе, те пытаются, по крайней мере, из этого общества убежать. В основном те, кто хотел, те, кто не приемлемо, они либо уехали, либо в тюрьме сидят. В основном те, кто, значит, кому это нормально, те живут себе в России нормально. Но, конечно, и в первой, второй группе есть свои исключения, естественно. Я помню, Иван, когда накануне 24 февраля, когда это все случилось, все, кого я знаю, живущие в России, в Украине, в Европе, они говорили, этого не будет никогда. Вот этого никогда не будет. Я хочу спросить вас, вы тоже так думали, что этого быть не может по определению? Или нет? Я сделал два ролика. Почему это может быть, и почему этого быть не может для своего YouTube-канала. Кому интересно, посмотрите. Но я думал, что это будет. Я думал, что это будет. Но я думал, что это будет позже. Потому что на момент 24 февраля 2022 года Россия собрала 200 тысяч человек, армия, на границах Украины. Как я сказал только что вам, для того, чтобы успешно оккупировать Украину, России нужна была бы армия в 4 миллиона человек. Я поэтому говорил, что сейчас нападать смысла для России нет, поскольку они проиграют эту войну. Они не смогут добиться ни одной из своих целей. Это не имеет меньшего смысла такими маленькими силами нападать. Но как мы потом уже узнали, Владимиру Путину докладывали, что украинцы будут встречать с цветами и пирогами наступающие российские войска. То есть я-то не знал, что Путин настолько сильно не владеет ситуацией. Я говорил, слушайте, но если вы хотите, не знаю, побить Майка Тайсона, вам хотя бы понадобится для этого вейсбольная бита или что-нибудь такое. Просто так, с голыми руками, иди на Майка Тайсона, это плохая идея. Вы получите по шее. Ну вот Владимир Путин решил пойти и получил по шее, соответственно. Спасибо, Иван. Денис? Спасибо, Иван. 8 часов и 34 минуты в Ванкувере, друзья. С нами на связи журналисты, политический обозреватель из Украины Иван Яковин, 604-295-9616. Напомню номер нашего телефона. Иван, ну вот опять же, если не будем возвращаться в ЧВК Вагнар, вот то, что сегодня происходит в российской армии, то есть я имею в виду, там Евгений Пригожин был таким не то чтобы первопроходцем, но мы видим, что не он один недоволен тем, что там происходит. Это массовые отставки в последние дни одних из главных фигур действующей армии. И, собственно говоря, понятно, что существует некий конфликт. Вот как вы считаете, почему вот это не дает, ну, скажем, какого-то отражения именно того, что сегодня происходит на фронте? Я понимаю, что вы не военные эксперты, наверное, может быть, вопрос не совсем к вам, но тем не менее, вот как вы ощущаете? То есть могло ли это как-то способствовать тому, что действительно, ну, вот этот разброд и шатание, может быть, это кажущийся эффект, все-таки сможет повлиять на ход контрнаступления Украины? Думаю, может повлиять, да, потому что сейчас 58-я армия, которая сдерживает натиск украинского контрнаступления, осталась фактически без своего руководителя. Армия без руководителя всегда плохая идея для этой самой армии, особенно в момент, в разгар боя. Это не есть хорошо. И да, Пригожин своим, так сказать, демаршем, он реально открыл ворота сейчас жалующихся российских военных, причем не просто солдат, но уже офицеров и даже генералов становится все больше, и они, по некоторым данным, отказываются выполнять приказы Герасимова, Валерия Герасимова, начальник единштаба. С той формулировкой, что этот человек не умеет управлять войсками, ничего не понимает в военном деле и вообще является дураком и гонит солдат на смерть. Поэтому, по, опять же, некоторым данным, сейчас в Министерстве обороны назревает очень серьезный кризис из-за того, что офицеров, отказывающихся исполнять приказы Герасимова, становится все больше и больше. И не очень понятно, что с этими офицерами делать, потому что если их всех уволить, то войска на фронте останутся без командиров. При этом увольнять самого Герасимова Владимира Путина не хочет, поскольку считают, что это откроет ворота для еще более завышенных требований со стороны офицерского корпуса и для возможного даже военного мятежа. Поэтому сейчас, да, разброты с шатанием в российской армии начинают становиться уже прям серьезной, прям по-настоящему большой проблемой для себя. А вот интересно, Иван, в продолжении вот этого разговора, вчера я смотрел просто, я не знаю, смотрели ли вы или нет, но это и неважно, интервью, большое интервью Ксении Собчак, которую мы сегодня уже упоминали, и Евгении Понасенкова. И вот он там очень интересную мысль такую сказал, о том, что Путин сегодня находится в полном цуцванге, да, то есть у него нет никаких ходов, и только Понасенков знает, как из этой ситуации выйти. Ну, это понятно, он об этом говорил с самого начала войны. Я просто хотел вас спросить, вы считаете тоже, вы также считаете, что Путин в цуцванге, что по большому счету, вот мы видим, да, и то положение в армии, которое существует, и то, о чем вы сейчас сказали, с чем я абсолютно согласен, что Путин сейчас не может ничего сделать ни с министром обороны Шойгу, ни с начальником генерального штаба Герасимовым, потому как он, ну, по сути дела, опять-таки покажет свою слабость, да, то есть какое-то у него такое положение, по сути дела, действительно безвыходное, вот как вы считаете? И к чему самое главное, почему это может привести? Ну, я же только что сказал, что это может привести к военному натяжу, да. Нет, а не может ли это привести как раз вот к тому, о чем все время, чем все время угрожает Дмитрий Медведев, да, то есть безвыходной ситуации, лучше смерть, чем мир без России, и так далее, и так далее. Дмитрий Медведев, алкаш, чего вы от него хотите? Давайте мы не будем создать заявление физически нездорового человека. Бухает, просто не просыхает, да, ну, что и бухает. И телефонный звонок у нас есть. Одну секунду, я хочу сказать, какой комментарий я получила от Казимира. Стояла перед выбором, слушать радио Вера или Ивана Яковина. Тут И Иван Яковина на радио Вера, спасибо. Спасибо, Иван. Спасибо. Доброе утро в эфире, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, это вас Виталий беспокоит. Пожалуйста. Я сразу извините за дурацкую реплику, но тем не менее, вы не первый, вот кто у вас сейчас на радио, не первый сравнивает политику со спортом. Я предлагаю не сравнить, потому что не имеет никакого смысла. И побить Майка Тайсона, его убили, Иван Холлифилд его побил, вот другой спортсмен его побил. Поэтому, если вы хотите сравнивать, ну, может, Россия, Вангл Холлифилд, но это не важно, но не надо сравнивать спорт и позиции. Почему вопрос? Паси, ну, это реплика, как я сказал. Странная реплика. А я не сравнивал спорт. Самое главное, что это не спорт, я сразу скажу, хорошо, можете взять вместо Тайсона любого сильного человека, да. Чтобы побить сильного человека, человеку обычной комплекции, нужно какое-то оружие. Если человек обычной комплекции прыгает на сильного человека без оружия, то с большой вероятностью получит паши. Вот, собственно, Россия собрала очень маленькую армию, 200 тысяч человек, и попыталась этой армии захватить 40-миллионную страну. Но, естественно, ничего не получил. И не могло получиться в принципе. Вот о чем я, собственно, говорю. Иван, я хочу вам задать пару вопросов, которые мы можем получить ответ и реально можем в основном только от вас. Вопрос, нет, ну, сначала другое. Уплекает ли вас, Иван, что вы все ваши стримы и эфиры ведете по-русски? А как же нам все время рассказывают о русофобии в Украине? Слушайте, ну, Ютуб не является территорией Украины. В Ютубе вы можете вести свои стримы на каком угодно языке. Если бы я вел свои стримы, стоя на улице в Киеве, наверное, я бы это делал по-украински. Но, в принципе, Ютуб не предполагает никакой цензуры по языковому принципу, поэтому я даже не очень понимаю, как отвечать на этот вопрос. Ну, упрекают ли вас украинцы за то, что вы делаете стримы на русском языке? Об этом будет речь. Не, не было такого. И вопрос, ваше отношение сегодня к Зеленскому. Мы не расслышали такую точку зрения, что Зеленский, Владимир Зеленский, я вам читаю, что написано, не самостоятельная фигура, и он выполняет то, что ему говорят его хозяева. Ну, очевидно, имеется в виду США. Этот вопрос поднимается, Иван, у нас очень часто, и уже устали на него отвечать. У вас мы это не спрашивали. Владимир Соловьев, российский пропагандист, недавно сказал, что у Зеленского есть компромат на Байдена, поэтому Байден является марионеткой в руках Зеленского. Поэтому людям, которые сторонники марионеточной теории, им, наверное, надо сначала определиться, кто чья марионетка, а потом уже как бы обвинять в марионеточности. Если бы Зеленский был марионеткой, он бы уехал из Украины в первые же дни войны. Ему американцы это предлагали и даже настоятельно советовали, я бы так сказал. Он отказался, он остался в Украине, правильно сделал. Поэтому, и более того, сейчас он не стесняется ругаться с американцами теми же, что мы его только что видели на саммите НАТО в Вильнюсе. Поэтому называть его американской или какой-нибудь другой марионеткой, мне кажется, довольно глупо. Есть мнение, что пропаганда, если делить, что Россия, то не пропаганда, скорее, а социальные сети, то, что делает Украина, Украина выигрывает информационную войну у России. Вы считаете, что это так или нет? Ну, конечно, выигрывает, потому что всему миру очевидно, что Украина, это сторона добра, она защищает свою территорию от атаки со стороны вражеской армии. И любой человек, который способен, обладает хотя бы двумя клетками в мозгу, способен себя поставить на место, уже когда в твой дом приходит враг и начинает всех убивать, резать и грабить, и насиловать, то, наверное, надо от него отбиваться. И, в общем, тут, мне кажется, двух мнений даже быть не может. Всем понятно, что Украина молодец, а Россия не молодец в этой ситуации. Иван, когда вы жили и работали в Москве, тогда, в те времена, было ли, как это правильно вас спросить, вот я не помню, когда я жила в Советском Союзе, чтобы, вот нам сейчас пишут, что украинцы и россияне, и русские, всегда были, не дружили. Я не помню этого состояния, тогда, когда я жила в Советском Союзе, а уехала я в 90-м году. Вы работали в Москве и жили в Москве. Вы когда-нибудь ощущали, что это не народы вражеские по отношению друг к другу? Да нет, у меня не было такого чувства. У меня тоже. Поэтому, когда я слышу подобные рассуждения, что это понятно, что случилось, эти люди никогда не дружили между собой. Я удивлена. Я скажу так, мне не нравится концепция братских народов, но мне также не нравится концепция концепция народов, изначальных врагов. То есть, в разные периоды истории народы, как известно, по-разному друг к другу относятся. Но, в общем, я бы тут, конечно, все-таки смотрел на конкретных людей, а не на народа. Мне кажется, мазать целый народ одной краской – это всегда плохая. Мне тут настаивает Иван задать вам вопрос, который уже звучал, и он не столь актуальный, наверное, сегодня, но тем не менее. Если и звучал какой-то вопрос в Советском Союзе Александра, то это еврейский, вы это прекрасно знаете. Хорошо. Существовал ли с точки зрения Ивана Иковина антисемитизм в Украине, и почему Украина голосовала против Израиля в организации объединенных наций? Антисемитизм, я думаю, есть в любой стране, не исключая Соединенные Штаты и Канады. Антисемитизм, он как микроб, он есть везде. Другой вопрос, что где-то эти микробы выходят из-под контроля и превращаются в эпидемию, а где-то они находятся под контролем и, в общем, не видно их и не слышно. Поэтому, я думаю, какая-то такая ситуация. Что касается Украины, Украина проголосовала за Зеленского, который, как известно, является наполовину евреем. Поэтому, если бы страна была пропитана антисемитизмом, вы же понимаете, такого даже теоретически быть не могу. А вот оно случилось, поэтому, я думаю, антисемитизма бытового даже в Украине я не видел, никогда не встречал. Может, он, конечно, есть где-то, прячется под какой-то корягой, но сейчас этого нет. Спасибо, Иван. Денис. Спасибо, спасибо большое, Иван. Да, хотел вот спросить вот о чем. Очень много сегодня говорят, пишут, да и мы сами все это прекрасно видим, о том, что происходит в России. Я имею в виду с точки зрения, как вы тоже абсолютно правильно замечали, да, если ты против войны, если ты против действующей власти, то, как правило, эти люди не очень хорошо заканчивают, либо там в тюрьму садятся, ну, в любом случае подвергаются каким-то преследованием. И, собственно говоря, об этом говорят и законы, которые, ну, принимаются с какой-то калейдоскопической быстротой сегодня в Российской Федерации, ограничения, ужесточения и так далее. Российские пропагандисты это объясняют тем, что, ну, идет война, это почти военное время, поэтому это вот так вот, это вот такие вот объяснения. А я хотел вас спросить, а вот в этом отношении происходит ли что-то подобное в Украине? То есть есть ли какие-то ужесточения за, например, критику действующей украинской власти, украинской армии, лично там Владимира Зеленского и так далее, и так далее, вот с точки зрения принятия подобных законов? Ну, по-моему, такого нет. Зеленского оппозиция украинская ругает, на чем свет стоит постоянно. Война этому как бы особо даже не мешает. Его, если вы посчитаете украинский фейсбук, то он наполовину состоит из проклятия в адрес Зеленского. Поэтому тут как бы с этим проблем никаких. И никого за это не сажают, не расстреливают. И эти люди при этом живут в Украине, я правильно понимаю, да? Да, да, конечно, да, конечно. Это, как правило, сторонники бывшего президента Петра Порошенко. При этом армию, да, не принято сейчас ругать, критиковать, и так себе такое, но, тем не менее, проводятся журналистские расследования о коррупции в армии, о, если там кто-то пытается подворовать, продать в армию какие-нибудь продукты или какое-то оборудование по завышенным ценам, соответствующие журналистские расследования выходят постоянно. И даже принимаются кадровые решения по итогам этих расследований. То есть в этом смысле как бы нет никакой цензуры. Но люди, конечно, не могут сейчас критиковать тех людей, кто находится на фронте, кто стреляет, в кого стреляют и так далее. На этом, наверное, такое табу наложено, но оно не в уголовном кодексе, это как бы люди сами сами считают себя не вправе критиковать тех, кто воевает. Спасибо, спасибо, Иван. Спросите у Ивана, правильно ли было бы сейчас, если в Украине есть коррупция, говорить об этом сегодня или нужно ждать окончания войны и поднимать этот вопрос потом? Я думаю, сегодня надо говорить, потому что чем меньше сейчас будет коррупции в Украине, тем быстрее победа придет, тем больше будет ресурсов для закупки чего-то полезного, нужного для фронта и тем меньше денег будет уходить в частные карманы не слишком чистоплотных чиновников. То есть, конечно, я думаю, сегодня надо говорить о коррупции. Для канадского зрителя, Иван и канадского слушателя, поскольку мы это в радио, и наше время нашего эфира с 8 до 10 утра, каждое утро, когда все в машинах и вам нас слушают дома, где-то еще, по дороге идти в школу, бизнес, на работу. И плюс вот эти стримы, которые мы делаем сейчас. И для нас очень важно, поскольку мы находимся очень далеко, где Ванкувер, где Киев, услышать то, что происходит непосредственно, вы не уехали из Киева сегодня в Украине. Ну, вопрос, может быть, провокационный от Олега. Почему вы не уехали из Киева и не боитесь ли вы уходиться в Украину? Что я, у меня было помехи, я не расслышал вопрос в последней части. Ну, вы не уехали из Киева и не боитесь ли вы оставаться в Украине, в которой сегодня неспокойно. Это вот интересуется человек, который, я так понимаю, что это звонит человек, пишет с Украины. Я не умею. Почему я не умею? Ну, потому что я живу в Киеве, у меня в Киеве дом, я, там, мой дом, у меня семья тут, все, что я буду уезжать отсюда? Мне тут нравится, я люблю свой дом. Что касается, не страшно ли мне во время войны и всякое такое, ну, конечно, иногда бывает страшно. Естественно, я же не железный, всем людям бывает иногда страшно. Но, знаете, насколько я понимаю, вот я, у меня есть подруга, она сама из Чикаго, живет во Львове. И вот она говорит, что в Чикаго, в общем, поопаснее, чем во Львове, чем в Киеве сейчас в эти дни, потому что там людей убивают гораздо больше, чем во Львове и в Киеве. на улицах. Поэтому, тут, знаете, опасность, дело такое. Относительно. Иван, бывали ли вы когда-нибудь в Соединенных Штатах и в Канаде? И если да, какие у вас впечатления от этих стран? В Канаде я никогда не был. Хотел бы посетить, как-нибудь, надеюсь, после войны приехать. В Соединенных Штатах, да, был несколько раз. Мне очень понравилась Америка, очень привода хорошая, отношение американцев к природе мне понравилось, заботливо, очень уважительно. Мне понравились, да, мне вообще Америка понравилась. Ну, за исключением, знаете, некоторых районов, все того же Чикаго, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, где беднота. На самом деле, даже, мне кажется, в Киеве такой беднотый часто не увидишь, как в некоторых городах Америки, в некоторых районах, точнее. Ну, в общем, в общем, мне Америка понравилась, да. Особенно мне понравился город Сан-Диего и город Чикаго. Два города, мне больше всего понравились. Спасибо. У нас два телефонных звонка. Родил, Иван, если можно. Доброе утро в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Олег. Иван. Хочется вам задать один вопрос. Вот как жители Украины рассматриваете ли вы такой вариант, когда после окончания войны, наш Казахстану закончится, что это будет окончание войны, но это будет продолжение горя украинских людей, которые потеряли детей, мужей, сестер и так далее. Не осудит ли страна Зеленского за то, что он не нашел альтернативы не погибать, а через того же Байдена решить как бы проблему это в нужное русло. Вот такой вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Я не очень понял, не осудят ли украинское общество Зеленского за то, что он не нашел альтернативы. Я правильно понял, да? Мне просто не очень хорошо было слышно. Денис, Иван уточняет вопрос, Долега. Ну, если честно, я вот понял его примерно так же, как понял его Иван, да. Ну, не очень понял. Понимаете? Давайте, давайте следующим образом поступим, если наш слушатель может переформулировать его, пожалуйста, 604-295-9-1. У нас просто есть еще один телефонный звонок. Доброе утро, Филин, здравствуйте, как вас зовут? Это Михаил. Да, пожалуйста, Михаил, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по поводу Зеленского. Алло, Михаил? Да. Михаил пропал, да. У меня просьба. 604-295-96-16, у нас осталось не очень много времени. Звоните, пожалуйста, если можно, говорить и покороче, и погромче, от того, чтобы Иван слышал, то я тоже ничего не услышала, Олег, когда вы звонили. Нет, это я спрашивать не буду, это я спрашиваю о вашей личной жизни, Иван, я туда не пойду. Вот вопрос. Ваше отношение к Израилю, здесь очень много живет русскоязычных, которые приехали именно оттуда. Есть информация, что иногда израильтяне возвращаются в Киев. Были ли вы в Израиле, и ваше отношение к этой стране? Я был в Израиле довольно давно, по-моему, в 12-м году, один раз я туда ездил. Ну, у меня в Израиле дальние родственники живут, и в Израиле хорошая страна, хорошие люди, мне, в общем, понравилось. Я даже не знаю, как-то более подробно расскажешь, что именно мне понравилось в Израиле, или как. Иван, я понимаю, у вас есть проблема, я должна вам сообщить. Вы только что сказали, у меня там есть родственники, тут же я получила сообщение, и это тоже. Так вы тоже или нет, Иван? Нет, нет, я не являюсь. Как сказал бы Стас, и как просто, да, у меня, у нас тоже глаза есть, да, когда, если вы помните, они проводили дебаты с Максимом Кацом, и когда Максим Кац спросил у Стаса, а как просто, а, собственно говоря, с чего вы делаете выводы, что я еврей, он сказал, у меня тоже глаза есть. У нас телефонный звонок, доброе утро в эфире, здравствуйте, как вас зовут? Извините, я снова, Олег, уточни, да, пожалуйста. Ну, я в том плане, что, например, всегда, после какой-то победы, в кавычках, осуждают тех, кто был в это время у власти. Вот не будет ли так, что, украинский народ осудит потом Зеленского, что он подставил народ под пули, под обстрелы, не найдя других альтернатив тем же Байденом. Спасибо, спасибо, Олег, да, понятен вопрос, но, по-моему, это с самого начала. Смотрите, ну, войну-то не Зеленский начал, войну начал Владимир Путин. Зеленскому оставался один вариант, либо убежать и сдать страну, либо остаться и сражаться за свою страну. Он выбрал, мне кажется, нормальный абсолютно вариант остаться и сражаться. Почему это нормальный вариант? Потому что, если бы он сбежал, то Владимир Путин абсолютно конкретно, четко дал понять, что его задача состоит уничтожение украинского народа. Он сказал, что вас нет, вы не существуете, вы русские. Он хотел просто ликвидировать украинский народ, весь народ. И то, что президент Украины встал на защиту своего народа, я считаю, что это правильно, если хотите, даже благородно и по-иному и быть не могло, на мой взгляд. К Зеленскому могут быть претензии по организации боевых действий. К нему, ему сейчас часто ругают за то, что он плохо подготовился к войне, что лучше надо было подготовиться. Но никто в Украине его не осуждает за то, что он принял бой, за то, что не сбежал и за то, что он с оружием в руках встал на защиту своей Родины. Вот за это его никто не осуждает. Есть люди, которые говорят, что надо было более активно с оружием вставать и раньше, и надо было готовиться и так далее. Тут, наверное, есть о чем поговорить. Но то, что он не сбежал, хотя американцы говорили беги, убегай, за это его никто не осуждает. Украина. Я ни одного человека не видел и не слышал даже, чтобы кто-то что-то подобное говорил. А меня, знаете, Иван, вот что еще, скажем так, мягко говоря, вызывает многие вопросы. Это вот разговоры о том, что Владимир Зеленский ездит по странам Запада, что-то там выклянчивает, попрошайничает, выглядит смешно и так далее, и так далее. Меня это настолько удивляет. Как бы человек действительно болеет за свою страну. Он ездит, а что остается лидеру государства, которое на сегодняшний день воюет, и которое действительно в силу огромного ряда причин к этой войне было не готово. Она не готова сегодня противостоять огромной, даже, я бы сказал, живой просто силе России, да, и уж там вооружение. Понятно, что российская армия подготовлена может быть не лучше, но ее просто банально больше. И, собственно говоря, вот ставить ему это в упреки, я бы наоборот гордился таким президентом, который несмотря ни на что добивается и при этом добивается того, чего он хочет постоянно. И вот эти вот разговоры о том, что, ну, посмотрите, он выглядит жалко, вот он приезжает в маечке защитного цвета, вот Владимир Путин, да, вот он ходит в костюме, в галстуке, а это, ну, какой это президент, да, вот это меня, конечно, просто поражает, да, вот, я не знаю. Слушайте, Путин в костюме и галстуке просрал все, что у него было, и даже больше. Он вообще просрал всю страну в костюме и в галстуке. Зеленский меня абсолютно не колышет, как он выглядит, как на него, там, как к нему относится. Если он привозит в страну острое необходимое оружие, боеприпасы и все остальное, честь ему и хвала. В данной ситуации это его первая прямая обязанность. Если он как-то как-то смешно выглядит при этом, абсолютно наплевать, не имеет ни малейшего значения. Главное, чтобы было оружие, главное, чтобы было, чем стрелять во врага. Вот пока эту задачу он выполняет, молодец. А как он выглядит, меня он вообще не интересует. Как бы ответил Иван Яковин на вопрос, если бы ему задали вопрос в лоб, как будто все остальные мы задаем в другое место. Как войну, ну, этот комментарий начала Украина в 2014 году, нанося удары по своим гражданам, не поддерживающим государственный переворот. Иван, ты когда-нибудь слышал такое, вы когда-нибудь про него слышали, когда-нибудь подобное замечание? Да, конечно. Но это обычная басня российской пропаганды, что типа все жители Донбасса встали как один против Украины, хотя сами они были при этом украинцы. Это полная фигня. Я в 2014 году, в мае 2014 года сам ездил в Донецк посмотреть на все это. Еще когда не было объявлено ДНР, и когда Стрелков Гиркин сидел в городе Славянск. Я разговаривал с людьми, никто из них не хотел отделяться от Украины. Единственное, что они хотели, они хотели зарплату, как в Москве, это первое, что они хотели. И второе, они хотели, чтобы у них был особый статус русского языка. Все. А что это значит? Не было никаких Иван, а что это значит особый статус русского языка? Что это значит? Чтобы русский был наравне, ходил там с украинским языком. Чтобы можно было его использовать в государствах, например, в школах, в аптеках, где еще? В общественной жизни. Вот эти две вещи они хотели. Отделяться от Украины никто не хотел. Ну, по крайней мере, из тех людей, с которыми я разговаривал, а я разговаривал с очень многими. И никто не хотел независимости, никто не хотел, тем более, вступать в состав Российской Федерации. Таких мыслей даже не было. Туда пришел Гиркин Стрелков, как известно, и чем он очень сильно гордится? Он начал эту войну. Он открытым текстом, что да, мы начали стрелять, мы начали убивать, мы начали расстреливать и так далее. Вот, собственно, к этому человеку все претензии по поводу начала войны. Украина защищалась. Украина была в разобранном состоянии. Еле-еле жива. И все равно она сумела защититься от нападения России. Потому что, помните все, были тогда, присутствовали российские войска в диких просто количествах. И говорить, что это были отпускники или что-то такое, сейчас над этим смеются даже российские участники этих событий. Они в открытом тексте говорят, что да, туда зашли российские войска. И воевали не с жителями Донбасса, а воевали именно с российскими войсками. Спасибо, Иван. Понимаю, что у нас не так много времени. Если не возражаете, последние два телефонных звонка мы возьмем. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте еще раз. Иван, это Александр. Скажите, пожалуйста, вот как, по вашему мнению, Украина, по большому счету, не была готова к этому полномасштабному вторжению? Не были не построены ни заводы по производству танков, ни патронные заводы. Я даже слышал, танки продавались в другие страны. Вот почему это произошло? Вот ваше мнение. Спасибо. Спасибо. Почему? Ну, потому что, конечно, в Украине никто не ожидал, что, Владимир Путин сверкнется настолько, что начнет войну против Украины. Ну, как бы, само представление, война Украины против России или России против Украины звучала как абсолютное безумие. Но, как выяснилось, ошиблись. Да, это точно. И последний телефонный звонок на сегодня. Доброе утро в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Good morning, Denise again. Good morning, Александр. It's well. Иван, очень коротко, поделитесь отношением в Украине к Порошенко. серьезно к нему подходит, несерьезно. Если можете. Спасибо. В Украине довольно много людей, которые являются его, я бы сказал, горячей группой поддержки. Это процентов, наверное, 15-20 населения. Они действительно считают его великим государственным деятелем или как минимум просто очень хорошим государственным деятелем. они очень критически настроены относительно Зеленского. Но, в общем, на мой взгляд, на мой персональный взгляд, время таких людей, как в политике, как Петр Порошенко, в Украине уже прошло. Я думаю, он уже человек старого поколения, и ему на спину придут какие-то более молодые политики. Потому что он еще человек из эпохи Виктора Ющенко, который уже давно закончился. Поэтому я думаю, что он сыграл свою роль. И, кстати, его очень большая позитивная роль у Порошенко в том, что он не стал цепляться за власть, когда проиграл выборы и мирно передал власть Владимиру Зеленскому. Хотя очень многие люди в его окружении предлагали ему вести военное положение или что-то еще и зацепиться за власть. Он этого не стал делать, и я думаю, история его за это очень позитивно оценит. И граждане Украины, конечно, не только. Иван, я хочу, мы, мы, я путаю, не желая фамильярности проявить по отношению к вам, к тебе. Я хочу поблагодарить тебя за то, что на сегодняшнее участие и когда вот написал нам человек по имени Казимир, что он выбирает между радио Вера и Ивана Яковина, это был комплимент для нашего радио. Спасибо тебе большое. И главное, мира Ивана. Это самое главное, что мы хотим, чтобы у вас был мир, здоровье и удовольствие. Спасибо. Спасибо, Иван. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok,